МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, думаю, надо бежать. Рукоприкладство, драки и бесконечные измены. Какие страсти скрывались под маской мальчика из интеллигентной семьи? Я бы кинул в окно, и вообще голову оторвало. Откровение любимых женщин Андрея Миронова. Кому он посвящал стихи, а кому дарил унитазы? Он сразу предлагал, естественно, идти замуж за него. На второй, на первый день жениться, сразу жениться. А хочу жениться. Мне ухаживать некогда. Какая страсть довела его до смерти? И кому он произнес свои последние слова? Я не буду плакать. Я не буду плакать. Потому что ты все равно рядом. Всегда рядом. В 81-м этой пары из киноэкранов любовался весь Советский Союз. Такое страстное танго невозможно станцевать без настоящей страсти. Проклова и Миронов встретились на съемках картины «Будьте моим мужем». Она была в разводе после второго брака. Он счастливо женат на актрисе Ларисе Голубкиной. С Андрюшей были знакомы, встречались на каких-то светских мероприятиях, кинофестивалях. Но это было такое «Здравствуйте, здравствуйте». Однако, едва увидев имя Елены в претендентках на роль, Миронов потребовал от режиссера Аллы Суриковой. Другой партнерши не хочу. Как потом он мне говорил, что когда прозвучала твоя фамилия, не знаю, что произошло, но я вдруг понял, что мне очень хочется с тобой поработать вместе. Это было похоже на наваждение. Лена Проклова тогда кружила головы всем своим партнерам – Табаков, Михай Волонтир, Олег Янковский. Миронов стал всего лишь очередным ее увлечением. А вот она для него. Лариса Голубкина, жена Миронова, однажды призналась. Я не любила его вообще никому, кроме одной девушки Прокловой. Елена Проклова уверена, одно ее слово – и Андрей ушел бы из семьи. Но почему она так и не стала главной женщиной его жизни? У меня было ощущение такое, что этот человек как перо. Да, вот подул ветер, он может куда-то улететь. Но провали актриса, называя Миронова легкомысленным. И какая на самом деле сила заставляла его бросаться от одной возлюбленной к другой? Что искал и от чего пытался убежать актер? И какие тайны готовы раскрыть любимые женщины Андрея Миронова? То, что вы с удовольствием называете любовью, это немного неприлично, довольно смешно и очень приятно, очень. В тот вечер за кулисами устроили банкет. Папанов, Ширвин, Таросева, весь цвет театра сатиры. Приглашенный Высоцкий пел свои новые песни. Рядом улыбалась молодая и яркая актриса Таня Егорова. Володя Высоцкий такой энергией обладал с гитарой, когда он был выпишем, что это просто она, как актриса, могла чароваться Высоцким, почему бы и нет. В театре все знали, Егорова уже два года крутит любовь с Мироновым. Им сложно скрывать свою страсть. Тем более, что страсти в их отношениях кипят нешуточные. Татьяна порядком устала от постоянных измен Андрея. Вот и теперь, уже три дня, как Миронов куда-то исчез, а она старательно прячет досаду. Но сегодня с Таней флиртует сам Высоцкий. Ну, я ему понравилась, наверное. И двигает ко мне стол все ближе и ближе. А я сижу, а я на него смотрю, думаю, вот это месть моя Миронов. Неожиданно в комнате появился сам Андрей. Таня, можно тебя на минуточку? Они вдвоем вышли в темный коридор. Что случилось, только успела спросить Таня. Резкий удар в лицо отшвырнул ее к стене. Не смей ему улыбаться. Тьма полная. Темень. И он мне, я даже не знаю, куда он хотел. Хотел ли он мне в нос дать? Может, он просто случайно попал. И это интеллигентный и утонченный Андрей Миронов. Никто из поклонников и представить не мог, что в порыве ревности любимец публики превращался в настоящего зверя. Об этом впервые в своей книге заявила актриса Татьяна Егорова. Та, которая называла себя его единственной настоящей любовью. Мы вошли в кухню. Я сорвала со стены алюминиевый душлаг и запустила в него, что есть мочи. Он хватал меня за руки. Я вырывалась. И когда вдруг кинулась к табуретке, он меня вдвинул в кухонный шкаф. Эта книга вызвала настоящий скандал в актерской среде. Многие обвинили Егорову во лжи и передергивании фактов. Никогда не мог Миронов полюбить недостойную женщину, неинтеллигентную, вульгарную, которая может унижать себя и поливать грязью своих коллег. Другие предположили, что большую часть их романа Татьяна Егорова просто выдумала. Ведь она была далеко не единственной любовью Андрея Миронова. Верить всему, что говорят, тоже не обязательно. А то, что у него были какие-то мимолетные увлечения, романы, назовите мне человека, у которых их нет. А где она, любовь? Вы ее видели? Любовь была, и она осталась. И сегодня, спустя 30 лет после смерти Андрея Миронова, к его могиле приходят только женщины. Я не буду плакать, я не буду плакать. Потому что ты все равно рядом, всегда рядом. С нами со всеми, кто тебя любит. Я не знаю всего того, что с нами случится завтра, но без смерти я вам гарантирую. Да. Но каждая его женщина неизменно вступала в битву со своим главным врагом. И исход этой борьбы был решен заранее. Победителем всегда оставалась только она. Я думаю, что главной женщиной в жизни Андрюши была его мама. Мария Миронова родила сына практически на сцене. Ее увезли в роддом прямо со спектакля. Невероятно, но спустя 46 лет Андрей потеряет сознание тоже. На сцене. В его жизни было много символов. Паспорт на Инна Зустина там стоит 7 марта. Но это никто об этом не знал. И остроумные эстрадные артисты Мирона и Минахер решили отмечать день рождения 8 марта. Несмотря на то, что в паспорте записывается 7 марта. Ну, балуют женщин, так сказать. Женский день, путь Андрюшка 8 марта. О грозном характере Марии Мироновой ходили легенды. Она разговаривала только на повышенных тонах. Всегда с вызовом, с агрессией. Это невозможно было скрыть даже перед телекамерами. Скучно мне не бывает никогда. А тоскливо мне бывает почти всегда. Потому что я почти всегда одна. Андрей с детства наблюдал семейные ссоры и крепко усвоил. Любви мамы нужно добиваться и обижать ее нельзя. Перед ней благоговели все, а в том числе и муж. Тоже знаменитый актер Александр Минакер. Это просто реально удушающая материнская любовь. Когда я знаю, как тебе жить. Живи ради меня. Я все для тебя сделаю. Я для тебя вообще живу. И вот нести это время очень тяжело. При этом сама Мария Владимировна не терпела конкуренции. На несерьезные романы она не обращала внимания. Но стоило только на горизонте появиться женщине, которая претендовала на любовь ее сына. Я делаю предложение. Это шутка. Мне кажется, она даже ему вот женщин подбирала, мама. Вот у меня было такое впечатление. Вот понимаете, не знаю, может, она ошибочная. Это знает только Господь Бог. С одногруппницей по Щукинскому Вика и Липко у Андрея только начинался роман. Увлечение могло перерасти во что-то большее, но Миронов пригласил Вику в гости. Очень испугалась его мама и больше не ходила никогда. Потому что это был тяжелый случай. Она как брошь подняет, сверкнет очами. Ну, думаю, надо бежать. Впервые Мария Владимировна всерьез испугалась, что потеряет сына, когда Андрею исполнился 21 год. Миронова пригласили сыграть главную роль в фильме «Три плюс два». И там он познакомился с первой красавицей страны Натальей Фатеевой. Берег моря, что вы хотите. Ну, любовь, роман, палатки. Вино, коктебель, Санта-Мария. Фатея. Дышите, пожалуйста. Еще раз. Это поразительно. Но в некоторых сценах заметно, как Андрей трепещет перед Натальей. Влюбленный Миронов ночами торчал под ее окнами, бросал камешки в стекло и даже мыл ее белые туфельки молоком. Однако Наталья не воспринимала эти ухаживания всерьез. Ну, у них, во-первых, разница в 7 лет. Она-то уже, так сказать, состоявшаяся дама после брака, уже с ребенком на руках. Миронов буквально потерял голову от любви. Ради Наташи он был готов на самые безумные поступки. Только слышала, что он прострелил себе руку, доказывая ей свою любовь. Кажется. И, казалось бы, крепость пала. Уже в Москве Миронов сделал Фатеевой предложение и повел девушку знакомиться с родителями. Это был его стратегический просчет. Что? Мне? Ты? Кто? Андрей, иди сюда. Это что за пришлое? Это кто такая? Маменька, вы знаете, вот эта вот такая Наташа, ну, естественно, чтобы я не бедно была нова, чтобы она отсюда ушла. Она это слышала. Ну, то есть две женщины столкнулись, и маменька, естественно, победила. То есть маменька. Делить жениха с сумасшедшей мамашей Наталья Фатеева не собиралась. Но свою роковую роль в судьбе Андрея актриса еще сыграет, когда познакомит надоевшего любовника с подругой Ларисой Голубкиной. Это был 1963 год. Голубкина и Миронов впервые встретились в 1963. У него только что закончился нервный роман с Натальей Фатеевой. А у Ларисы была симпатия к Баталову. Но отношения не клеились. Это твой. Бросила Наталья Фатеева на собственном дне рождения, представляя Миронова подруги. Он тут же втянулся в игру. Ухаживание, флирт. Невероятно, но предложение о браке сделал буквально через три дня после знакомства. Знаменитая актриса ответила отказом. Мы не любим друг друга. Потом полюбим, заявил Андрей. И вот Андрей своим полетом, своим восторгом, очарованием, когда он бросался к девушкам, что он делал? Он сразу предлагал, естественно, идти замуж за него. На второй, на первый день жениться, сразу жениться. Я хочу жениться. Мне ухаживать некогда. Вы привлекательны. Я чертовски привлекательный. Чего зря время терять. У Ларисы был козырь. Она знакома с родителями Андрея и даже пользовалась благосклонностью Марии Владимировны. Но эта карта так и осталась в рукаве. Как отметила в своей скандальной книге Татьяна Егорова, Голубкина всегда стремилась к выгодной партии. И начинающий актер Миронов показался ей на тот момент слишком мелким уловом. Кто-то его спросил, какие у нас отношения. Он сказал, что мы спим. И тут же мне донесли, сказали. И я тут же звоню ему, говорю, Андрюш, скажи мне, пожалуйста, где это мы с тобой спали, интересно, мне хочется знать. А он говорит, Лариса, ну неудобно, но все спят, а мы не спим. Ну я просто так сплю. Их так и не начавшийся роман быстро сошел на нет. Лариса увлеклась более весомым кавалером, а Миронов встретил ту, которая, по ее же словам, станет любовью всей его жизни. Знойная женщина. Мечта поэта. Мы, давясь от смеха, заполнили бланки и нам назначили регистрацию брака на 15 апреля. Мама, я женюсь, сказал он. Только через мой труп, сказала она. Мама, зачем так страшно? Только через мой труп, повторила она. Татьяна Егорова решила составить такой вот, ну, женский разговор. Она сказала, мы с вами вдвоем любим Андрея. И вот эта вот фраза сыграла как бы, да, вот свою руковую такую, такое значение в этой судьбе. Мама сказала, как вдвоем? Я только одна должна его любить, он должен любить только меня. Эдипов комплекс. Так психологи называют любовь, которая выходит за рамки родительской. Мария Владимировна была категорически против этого романа. И зачем ему вообще жениться? Так срочно. Мать стоит на таком пьедестале, что она становится функциональной женой. Что это такое? Когда место жены, условно говоря, занято, потому что мама – это, ну, небожитель. Это женщина номер один, и второй такой не будет. Возможно, в Егоровой Мария Владимировна впервые увидела женщину с таким же сильным характером, как у нее самой. О том, что Татьяна похожа на его маму, говорил и сам Андрей Миронов. А все говорили, что я была на нее похожа. Ходили смотреть в театр на молодую Машу Миронову. А Андрей кричал, господи, как она похожа на мою мать. Не жизнь, а сплошная драма. Они и познакомились в драме. Впервые встретились на сцене в Риге, в спектакле над пропастью воржи, куда Таню срочно ввели, чтобы сменить заболевшую актрису. Мы порепетировали, и когда мы репетировали, мы влюбились друг в друга. Все! Невероятно. Но спустя 21 год, в 87-м, они простились на той же самой сцене навсегда. Еще один мистический знак в жизни Миронова. А пока счастливая Таня первая признается в любви Андрею. Хотя в Москве ее ждет жених, а через две недели намечена свадьба, которая так и не состоялась. Я так его любила, я была такая добрая по отношению к нему. Я утром летела, вот на Волковом переулке мы жили, за молочным коктейлем. Только надеял на себя пальто и бегу, потому что он так его любил. Егорова пишет в своей книге, что Андрей дарил ей дорогие французские духи. Дни и ночи они проводили вместе, сочиняли друг другу стихи, но безмятежными их отношения. Назвать было сложно. Помню, мы были на гастролях в Одессе. И к нему на пляж пришла очень красивая одесситка, девушка. А Таня в это время ловила бычки. И она увидела, что к Андрею приходит эта самая девушка, очень красивая, молодая. Боже мой, как мне жалко было бычков. Она хватала эти бычки и вытирала этот самый крючок на нервной почве. И так она переживала. Почему даже рядом с любимой женщиной Миронов продолжал флиртовать с другими? Это вестибюль дома архитекторов, где часто проходили творческие вечера Андрея Миронова. Конечно, задерживался около этого роскошного зеркала. Андрей всегда хотел выглядеть безупречно. Поэтому зеркало для него имело огромную роль. Он мог долго стоять, даже больше, чем, например, стоял бы мужчина. Это патологическое желание всем нравится. Неужели Миронов коллекционировал женщин просто ради победы? Или все-таки пытался заглушить в себе некий комплекс? Это такой комплекс Донжуана. Понимаете, ведь Донжуан – это несколько закомплексованный человек, с моей точки зрения. Человек, который таким образом через женщин самоутверждается. Он хочет доказать, что он герой. Что он всем… Андрюше надо было это доказывать. Особенно изначально, когда он был еще неуклюжий, как бы такой толстый мальчик, некрасивый, в общем, совершенно. Еще в училище Андрей не отличался стройной фигурой. Всю жизнь он боролся с лишним весом и очень стеснялся собственного тела. Андрюша был очень стеснительный человек и все время волновался за то, как он. Как он выглядит, как он играет. Он такой, знаете, несумноуверенный тип, потому что жизнь была не очень простая, и в театре надо было утверждаться. Понимала ли это Егорова? Спустя несколько десятилетий она бравирует, что спокойно принимала измены. Он такой был восточный, вдохновенный. Так ему все нравилось. Но в разгаре их романа ей все труднее было скрывать от окружающих свою ревность. У них там были тут такие ссоры вообще совершенно на грани, как говорится, жизни и смерти, то есть расставания бурные и так далее. Потом он где-то ее, как она говорит, залавливал, увлекал и так далее. В общем, опять это все повторялось. Но стоит ли верить словам Татьяны о бурной страсти и безудержном нраве? Елена Проклова, у которой тоже был роман с Мироновым, утверждает обратное. Вряд ли Андрей со своим характером мог поднять руку на женщину. Он скромный человек. Он очень угловато, смущаемо ненаглый мужчина. Это редкость для актера. Однако скромный характер не мешал актеру бесконечно искать увлечение на стороне. Миронов считал, что легкая интрижка не вредит отношениям. Нервы Татьяны Егоровой были на пределе. Миронов изменяет ей с каждой проходящей мимо юбкой. А тут еще его мама, которая не скрывает своей ненависти. Они высекали просто искры. Он не смог с чем-то смириться, она не смогла с чем-то смириться. То есть им не хватило какой-то жизненной мудрости. Вскоре Татьяна узнала, что беременна. Она сама очень испугалась своего положения. Что скажут в театре? Как они будут жить? Не помешает ли ребенок карьере? Предложение Миронова сделать аборт Егорова посчитала рациональным. А буквально через год забеременела вновь. Но в этот раз твердо решила. Будет рожать. Это такая замечательная актерская вот интригабельность. Когда все звонят. Танька, Егорова, беременна, от Андрюшки. Давай, мать, позвоним. И вот что удивительно. Впервые Миронов решился противостоять маме. Он мечтал о семье и о сыне. А вот мнения в театральной среде разделились. Там же не пишет врач. Вы знаете, она беременна от конкретного человека. И там прошла уже, знаете, ДНК. Она может быть беременна от кого угодно. Ну вот никакие слухи. Только я слышала, что Таня была беременна. И все. И упала, потеряла. Почему? Не знаю. Упала где-то что-то. И нарушилась. В тот день они прогуливались с Андреем. И Татьяна поскользнулась на обледеневшем тротуаре. Сохранить ребенка врачи так и не смогли. Эта трагедия накалила и без того нервные отношения. И мы говорим, Андрюша, что если ты так любишь Егорова, что ты на ней не женишься? Он нам ответил. Жениться? Я не могу 24 часа быть скомплиментированным. Суд. Неужели Миронов все-таки сомневался, что Таня была беременна от него? Потеряв ребенка, Егорова впала в депрессию и старалась избегать встреч с Андреем. Он стал ночами врываться в мою квартиру. А я без силы запиралась изнутри. Он вырывал дверь с корня. Хватал меня. С кровати я летела как перо в угол. А он начинал под кроватью в шкафах искать соперника. Миронов не мог смириться с тем, что любимая женщина его бросила. Он жаждал мстить. А тут в театре появилась новенькая. Актриса Екатерина Градова. Миронов сделал Градовой предложение буквально через три дня после того, как она поступила в театр. На зло Егоровой. И юная актриса неожиданно согласилась. Он утром оборвал всю сирень, какую можно. И он с этой сиренью и с банкой большой клубники засахарной, он ее собрал утром, перетер сахаром. И он, значит, вошел. Я не знаю, куда мне одеваться, что вдруг. Я еще сама не поняла ничего. Вот это было так. Потом, когда мы отмечали годовщину, он сказал, мы познакомились с Катенькой в день, когда фашистско-германские войска перешли к границу дозволенного. Они тайком подали заявление в ЗАГС и только потом сообщили Марии Владимировне. Мама такую спешку не одобрила, но открытой войны вести не стала. Все-таки Миронову уже исполнилось 30 лет. Женюсь, женюсь. Какие могут быть игрушки? И буду счастлив я вполне. Телефон с утра зазвонил неожиданно. Татьяна подняла трупку. Это был Андрей. Он практически кричал, спаси меня от этого брака, я не хочу. Рвался приехать к ней. И это в день его собственной свадьбы. Там говорят, что первая ссора состоялась на свадьбе. Через неделю, в общем-то, они уже пожалели о том, что они поженились. Миронов требовал от Кати полного повиновения. Просил оставить карьеру. А ведь она только снялась в роли радистки Кэт в 17 мгновениях весны. Градова была бешено популярна. И на пике славы уйти в тень мужа? Говорят, что он немножко ревновал ее к славе, к ее. Хотя здесь трудно представить, но, господи. У нее один фильм, а сколько у него фильмов. Но вот его все равно, говорю, вот эта его неуверенность в себе. Сам Миронов говорил, что он не сыграл своей главной роли. Пока ему предстояло опробовать другую роль. Отца. Заявление о том, что актриса Градова беременна, стала настоящим ударом для Егоровой. Ведь ее Миронов умолял об аборте, а тут бегал счастливый. Вот в буфете мы стоим, он за мной, я впереди, или я за ним, он передо мной. Меня все время смотрят, глаза какие-то, страсти. На одной из актерских вечеринок Миронов пригласил Егорову на медленный танец, забыв о присутствии жены. Неожиданно Данна летела на Андрея с кулаками. Такой всплеск эмоций от интеллигентной Кати не мог предугадать никто. Она вцепилась в него, пытаясь нахлопать пощечину. Он увернулся, послал ее. Она громко крича, ушла ни с чем. Годились слухи, что Градова шантажирует Миронова за его антисоветские высказывания. Грозит тяжелым разводом. Устав от семейных ссор, он искал утешение в объятиях других актрис. Говорили, что постель с ним делила Нина Корниенко, партнерша по спектаклю «Безумный день» или «Женитьба Фигаро». Юная актриса только поступила в театр и тут же попала под обаяние Миронова. Несравненно. Душенька. Нина? Ха, Сезон, ну пойдемте хоть на одну минутку в одну из этих беседок. Ну там же темно. Мы что, читать собрались? Мне сдается весь роман, который им пришивается вот этот. Он не соответствует тому, что есть. Это были прекрасные отношения романтических влюбленных и спектакля «Женитьба Фигаро». Тем не менее, однажды доброжелатели доложили Кате. Андрей сегодня встречается с Корниенко. Градова всю ночь дежурила у дверей ее квартиры, а с утра столкнулась нос к носу с собственным мужем. После семейной сцены Андрей попросту сбежал из дома, даже не собрав вещи. Его не остановила и любовь к дочке Маше, которой только исполнился год. И все это исчезло. И остался только туман. В какой-то мере, да, Андрюша не очень умел показывать свой характер. Он скорее плыл по течению. Мария Владимировна видела подавленное состояние сына, но больше всего она боялась, что он возобновит отношения с Татьяной Егоровой. Поэтому пошла ва-банк, пригласила в гости Ларису Голубкину и буквально втолкнула Андрея в эти отношения. Голубкина, она мягче. Она уже такая женщина была с опытом, да, несмотря на ее молодость. Мудрая женщина. Она просто рассудила, что не надо бороться за Андрея, что мама – это мама, пусть она будет главной, да. Вот. А я буду любимой женщиной. Когда судьба свела нас вторично, я предлагаю остальной путь проделать вместе. Их вторая судьбоносная встреча произошла в 1971 году. Андрей – уже знаменитый актер, любимец всех женщин Советского Союза. На этот раз по уберениям Татьяны Егоровой, Голубкина не могла упустить такую выгодную партию. Я боюсь, мы ведь говорим, что любовь может быть первая, первая кончится, кончится. Это было любимое кресло Андрея Миронова. Вот мне бы дали вот эту чашечку. В гости компресарио Виктории Лазич Миронов часто приходил вместе с Голубкиной. Здесь было место встреч театральной элиты, круг избранных. Он был настолько элегантен, он всегда одет с таким вкусом. Это, конечно, дай бог его супрудик, потому что я понимаю, сколько она труда вкладывала, для того, чтобы его гардероб был в безупречном состоянии. Лариса Голубкина окружила нервного, истощенного бесконечными романами и борьбой с мамой Андрея уютом. Дала ощущение дома, которого ему так не хватало. А дочь Голубкина и Мария стала называть Андрея папой. Однако Татьяна Егорова уверяет, любовью там и не пахло. Нет-нет, я женюсь. Все, я решил. Главное, она маме нравится. И не слово о любви. Лариса все время пишет, вот он приехал с голубым унитазом, и там привез там раковину такую же подсветную, даже не подошла, новую поехала покупать. Ну вот такая какая-то, вы понимаете, такие отношения. Но именно Миронов и Голубкина стали образцовой парой Советского Союза. Они прожили вместе 12 лет до его смерти. В чем был секрет? И она мирилась, открывала глаза то, что не смогла Татьяна Егорова, то, что не смогла Градова. Она знала свою роль в жизни Андрея. И поэтому позволяла ему все. И приходить поздно, и в общем даже он же там квартиру купил рядом, он иногда и там оставался, то есть она все закрывала глаза. Но в начале 80-х в его жизни появилась женщина, которая поставила под угрозу и тихую семейную жизнь, и столь крепкий брак. Лариса, ты должна меня спасти. Миронов практически рыдал в трубку. Она не ожидала, что новость настолько ее шокирует. На съемках ее Андрей страстно влюбился в Леночку Проклову и ничего не мог с собой поделать. Он просил ее приехать. Как будто она мамочка или психолог. Он вообще думает о том, что она чувствует в этот момент. Я его спасать поехала. Он влюбился в Лену, а Лена, видимо, ему не отвечала взаимностью. И все. Навязались на мою голову. Репей, несчастный. Я не репей. Елена Проклова никогда не скрывала. У нее было много романов на стороне, даже в те периоды, когда она была замужем. Чужая мораль и слухи вокруг ее персоны актрису никогда не волновали. Господи, скукота-то какая. Я не к тому, что я за разврат или за... Но я не представляю себе жизни, когда твой один партнер на всю жизнь и ничего больше. Я такого не встречала, понимаете. Дни они проводили на съемочной площадке, где играли влюбленную пару, а вечерами старались уединиться подальше от любопытных глаз. Мы много танцевали, мы много разговаривали, смеялись, шутили. И приходили, собственно говоря, в гостиницу уже где-то, наверное, под утро, потому что успевали еще заехать на море, искупаться. Днем этого не удавалось сделать. Но однажды прямо на съемочную площадку собственной персоной нагрянула сама Лариса Голубкина. Она не закатывала скандалов, не устраивала истерик. Наоборот, улыбалась и шутила, чем очень восхитила Елену. Лариса умница. Учиться бы всем так себя вести в подобных ситуациях. Прекрасное знакомство, совместный поход на обед в ресторан. Вечером где-то посидели, с утра мы ее проводили. Ничего больше. И если Елена на тот инцидент не обратила внимания, то Миронов занервничал. Повел себя как послушный ребенок, которому сделали выговор. Фроклова практически сразу потеряла к нему интерес. Может быть, это, конечно, звучит очень легкому, но я влюбилась другого человека. А Андрей вернулся домой к Ларисе. Машина, дача, просторная квартира. Миронов и Голубкина могли считать себя зажиточными. Он очень любил ремонт, предположим, в квартире. Если бы ремонт с утра до ночи делали, он бы в этом халате ставил сигареты в проеме. И был счастлив, что у нас есть ремонт, что делаем ремонт. Но какой ценой давался им этот внешний лоск? Ведь на оклад театрального актера не пошикуешь. Ради этого я готов принести в жертву все. Мотала за копейки, да. Не надо отдыхать, а он все концерты. Когда ее спрашивали, Лариса, зачем тебе столько денег-то? Ну, мы как бы здесь купим. Ну, вот я говорю, материализм. Голубкина сама придумала им с Андреем совместную концертную программу. В первом отделении выступает она, во втором – блистает он. А я вот тут вот исполняю дурацкую обязанность мужа. Хоть я ему что-то всего только наполовину. Господи, Господи, какая у меня, однако, необыкновенная судьба. В очеке на эстраде – это, понимаете, какая перенагрузка? Мои родственники, которые дружили с Мироновым, они пытались влиять на него, сказать, перестань, ну, хватит уже, ну, нельзя. Они бесконечно колесили по стране. Причем Андрей успевал играть в театре, ведь на нем держался весь репертуар и сниматься в кино. Бешеный график обострил давнюю болезнь Миронова – фурункулез. Вы даже не представляете, иногда, в каком состоянии он выступал, дети этого не замечали. И у него был фурункулез. Он часто лежал в больнице, я его навещал. Фурункулез здесь, здесь, везде. Я помню, в Таганроге не было горячей воды, и у него здесь фурункулез был здесь, внизу. И без горячей воды я разогревал кипятильник и помогал ему перевязывать здесь вот эти семисты. Сейчас бы врачи сказали, внешние проблемы Миронова исходили из его внутреннего состояния. Его тяготили конфликты в театре. Андрей хотел ставить собственные спектакли. Росла неудовлетворенность, ведь его знали как весельчака. Актеры легкого жанра. Сам Миронов считал, что он так и не сыграл главную роль. Что делать? Как жить дальше? Мы сидели за столом, и он, усталый от всех поклонников, посмотрел мне в глаза и сказал, грубзилка, а зачем я родился? Эта бешеная гонка должна была закончиться. Осень 1978 года. Миронов поехал с театром на гастроли в Ташкент, и там произошел первый кризис. У актера так сильно разболелась голова, что его госпитализировали. Врачи официально озвучили диагноз менингит. Но это была ошибка. Миронов страдал от наследственной аневризмы, от которой уже умерли его отец и дед. Аневризмы – это типа тромба, но в голове. Его надо было убрать вовремя. Ему предлагали. А он боялся, не торопился и оплатился. 1987-й. Рига. Миронов с театром «Сатиры» приехал на гастроли. Вместе с ним в Латвии небывалое собрание женщин. Мама, обе жены – Катя и Лариса, две дочки Маши, возлюбленная Алена, и он снова играет с Таней на той же самой сцене, где они когда-то познакомились. Милостивый жарь, как давно вам приходилось видеть перед собой болвами? Я его сейчас виду перед собой, милостивый жарь. А, ну если мои глаза служат для вас таким превосходным, зеркалом. Он ко мне подходит, так вот ручки мои всегда, жмет, жмет и говорит, Танечка, я тебя очень люблю. Я тебе этот спектакль посвящаю. Я так на него смотрю, думаю, что это новое что-то. Не забывай маму. Как произошло все это? Кто обрушил все эти страдания на мою голову? Этот последний монолог Фигаро о любви и страданиях Андрей Миронов так и не успел произнести до конца. И вдруг рот открывается, а глаза мигают, мигают и закрылись. Андрей лежал за кулисами на каком-то столе. Вокруг собрались актеры. Кто-то судорожно искал таблетки от сердца. Рядом плакала дочка, Маша. Татьяна Егорова подхватила руками его голову. Миронов поднял на нее глаза и произнес. Как же голова болит. Это были его последние слова. Он сразу умер. Мы просто были в таком шоке. Лопнуло это самое. Все залилось кровью. Все. Весь мозг абсолютно. Я Хиросима. Только эту фразу произнесла Мария Владимировна, когда узнала о смерти сына. И все. Она не проронила ни слезинки. Вот такая железная женщина. Она сидела, немножко окаменела. Вот у нее такой характер. После смерти Миронова и Екатерина Градова, и Лариса Голубкина практически не общались с его матерью. Возможно, свою роль сыграл ее тяжелый характер. Но вот что удивительно. Единственной женщиной, которая скрасила ее одиночество, стала Татьяна Егорова. Она никогда не покажет никому, как она страдала. А потом, когда уже мы с ней ходили на кладбище под ручку вдвоем, приходили домой и там что-то ели, и рюмку обязательно давились слезами. На могиле Андрея Миронова стоит памятник, символизирующий пустую сцену, с которой он ушел навсегда, разбив миллионы любящих сердец. Неразгаданной осталась только тайна, кому же все-таки принадлежало его сердце. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова